Это сегодня счастье. Я не готовилась, честно. Я очень рада была присутствовать на этом конкурсе. Виктория Змазнева из детского сада номер 202, лучший воспитатель Барнаула 23-го года. К участию в конкурсе ее подтолкнула наставник и заведующая детским садом. Виктория в итоге конкурс выиграла. Говорит, это стимул, чтобы и дальше завоевывать сердца детей. С ней согласна и победитель конкурса «Учитель года» Ольга Лукина из 118-й школы. Я поняла на этом конкурсе, что это только первая ступень. Первая ступень – бесконечная лестница педагогического роста. В первую очередь конкурс дает новые знакомства. Во-вторых, конкурс, конечно же, дает вдохновение. Вдохновение и положительные эмоции, которые помогают переосмыслить свой опыт работы, по-другому взглянуть на образовательный процесс. Преодолели свои сомнения и страхи. Так говорят о конкурсантах те, кто был рядом с ними на протяжении всех испытаний. Участники выложились на все 100%. Показали все самое интересное, на что способны. Вы окунулись в такое замечательное действие. Ведь сам конкурс является одной из форм наставничества. И вы сегодня можете уверенно сказать, мы тоже были наставниками. Мы наставляли друг друга, потому что смотрели и учились друг у друга. Всего в конкурсах приняли участие 57 человек, 23 воспитателя и 34 учителя. Кстати, педагогический рост и новые эмоции – это далеко не все, что получат победители. Будут и денежные призы. По инициативе главы города Барнолова Вячеслава Геннадьевича Франко победитель конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей. Это первое место, второе место 50 и третье – 30 тысяч рублей. Уже сегодня стартовал региональный конкурс «Учитель года». В нем принимают участие и барнаульские педагоги – победители прошлогоднего муниципального конкурса. А у нынешних призеров городского есть возможность понаблюдать за процессом и чему-то научиться, чтобы использовать этот опыт в следующем году. Татьяна Голубева, День с толком.